Расходы окружной казны составили 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Таковы официальные данные на 1 октября 2020 года. Исполнение бюджета Ненинского округа за 9 месяцев текущего года обсудили на заседании Депутатской комиссии по экономической политике окружного собрания. На 1 октября доходы окружного бюджета составили 14,8 миллиардов рублей. Расходы – 16,7 миллиардов рублей. Дефицит – 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если сравнивать 9 месяцев предыдущего года, то есть 19-го, и этого, то идёт снижение доходной части на 1,3 миллиарда. Снижение происходит по основным. Это по проекту Харягинское месторождение и налога на прибыль. Основная причина – низкая стоимость нефти. Наибольшую долю в структуре доходов занимает налог на имущество – 33%. Безвозмездное поступление составили 4,6 миллиардов рублей. В основном это федеральные средства на строительство автодороги Нарьин-Марусинск. В этом году стоит отметить, что налог на имущество увеличен практически на 530, где-то миллионов. Это во многом благодаря тому, что была проведена качественная, хорошая работа налоговой службы. В расходной части бюджет остаётся социально направленным. В структуре исполнения расходов наибольшую долю занимают затраты на национальную экономику – 35%, образование – 21%, на социальную политику направлено – 15%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9% и здравоохранение – 7%. Бюджетные инвестиции составляют 3,8 миллиардов рублей. Основная доля приходится на автодорогу Нарьин-Марусинск в сумме – 3 миллиарда рублей. На долевое участие в строительстве и приобретении жилых помещений выделено 317 миллионов рублей. На строительство школы номер 3 ушло 217 миллионов. Почти 118 миллионов рублей затрачено на строительство и ремонт автодорог. Когда мы принимали бюджет на этот год, мы знали, что не в полном объёме заложены субсидии по возмещению коммунальных услуг, не в полном объёме заложена перевозка авиапредприятий, субсидии авиапредприятий. Поэтому депутаты на самом деле задавали вопрос, что же будет, как мы будем это исполнять, понимая, что не хватит у нас средств. Значит, одно из решений – это, конечно же, получение кредитов, над чем сейчас работает администрация, потому что нам надо рассчитываться с ресурсоснабжающими предприятиями. Там также работают люди, которые должны получать заработную плату. Кроме того, наличие кредиторской задолженности перед Нарьинмарским объединённым авиаотрядом за вылеты санрейсов. Депутаты предложили администрации округа обсудить с компаниями-недропользователями финансирование полётов санавиации, выполняемых к работникам на месторождении. С учётом непростой ситуации с наполнением доходной части окружного бюджета, парламентарии предложили администрации округа провести анализ штатной численности сотрудников и сократить имеющиеся вакансии в бюджетных и казённых учреждениях органов госвласти. Рекомендовано также продолжить работу по привлечению средств из федерального бюджета.